История камень-аутов началась в далеком 17 веке, когда шведская принцесса Кристина открыто призналась своей ориентацией. Она отреклась от престола ради своей возлюбленной Эббисаппор, однако последняя, испугавшись за свою судьбу, бросила принцессу. Писательница Мерседес де Акоста сегодня более известна не своими книгами, а тем, что стала непревзойденной в истории 20 века совратительницей звезд. Она совращала киноактрисы театральных диф на протяжении 40 лет, охотясь за ними в Европе, Голливуде и Нью-Йорке. Следующий шумный камень-аут был связан с именем блюзовой певицы Ма Рейли, автор известного хита Prove It On Me Blues и так называемая мама блюза стала первой открытой лесбиянкой начала 19 века. Всем известно и следующее имя в данном списке. Открытая лесбиянка Эйлин Уорнер стала первой американской серийной убийцей, приговоренной к смертной казни. Позже, по мотивам ее биографии, был снят нашумевший фильм «Монстр». Немало в этом списке и известных киноактрис. Так, в 95-м году награду Томми за лучшую главную роль в фильме «Наследница» получила актриса, открыто признавшаяся в своей ориентации, Черри Джонс. Публичное признание в гомосексуальности американской комедийной актрисы разговорного жанра Розио Доналл было одним из самых шокирующих событий в культурной жизни Америки начала 2000-х. Чуть позже, открыто о своей ориентации заявила и другая комедийная актриса Лили Томлин. А для многих Поттер-романов своеобразным открытием стало и заявление о гомосексуальных предпочтениях звезды Поттерианы Фионы Шоу. Актриса открылась в прессе во время своего романа с одной из героинь фильма «Троя» Сефрон Бироус. Популярная немецкая журналистка и телеведущая Анни Виль в ноябре 2007 года во время одной из фотосессий подтвердила, что у нее тоже есть долговременный партнер Мириам Меккель, директор института СМИ в университете Сен-Галлен. Совсем недавно и известная голливудская актриса Джоди Фостер открыто призналась в том, что она лесбиянка. Долгое время актриса наотрез отказывалась с кем-либо разговаривать на предмет своих сексуальных пристрастий. Но на церемонии награждения Women in Entertainment в отеле Beverly Hills Фостер нарушила табу и публично поблагодарила свою прекрасную Сидни. Журналисты неоднократно подозревали голливудскую актрису Линдси Лохан в нетрадиционной сексуальной ориентации. Одно американское издание даже обещало заплатить ей миллион долларов за сенсационное признание. Долгое время звезда отказывалась, но в свой день рождения решила открыть тайну. У Лохан есть возлюбленное имя, которое она не стала скрывать, это диджей Саманта Ронсон. Синтия Никсон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Секс в большом городе», даже поблагодарила представителей прессы за то, что они не переусердствовали в освещении ее личной жизни. Актриса в 2003 году рассталась гражданским мужем и стала жить женщиной. Есть в рядах решившихся на камень-аут и множество известных телеведущих. Это не только одна из самых известных лесбиянок мира Эллен де Дженерес, но и также ведущая политического ток-шоу Рэчел Мэддоу, которая недавно была признана самой влиятельной лесбиянкой Америки. Есть свои героини и в большой политике. Первой открытой лесбиянкой членом Американского конгресса стала Тэми Болдуэн, активно сражающаяся за права гомосексуальных пар. Бонни Думанец является лесбиянкой, считающейся единственным открытым гомосексуалом окружным прокурором в США. В своей автобиографической книге «Теперь моя очередь» открытая лесбиянка Мэри Чейни, дочь вице-президента США Дикой Чейни, написала о том, как она рассказала родителям о своей ориентации. Вот какие слова она услышала после «Ты моя дочь, я люблю тебя и хочу только одного, чтобы ты была счастлива». Музыкальный цех, конечно, тоже не обошелся без громких заявлений. Первопроходцем в этой области стала Киди Лэнг. Она является первой популярной певицей, открыто заявившей о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже за этот шаг артистка получила специальную награду Союза геев и лесбиянок. В свое время американская рок-гитаристка и певица Линда Перри прославилась благодаря участию в группе «Фонон Блондес». В качестве продюсера и соавтора открытая лесбиянка Перри работала с такими исполнительницами, как Вен Стефани, Кортни Лав и Пинг. Последняя, кстати, даже была влюблена в Линду. Открытой лесбиянкой является и другая американская рок-звезда Кай Уилсон, одна из участниц известной группы с говорящим названием «The Butches». Американская рок-певица Мелисса Этеридж, устав от спекуляций журналистов насчет ее сексуальной ориентации, выпустила в 1993 году диск под названием «Да, это действительно так». За несколько месяцев до этого она выступила с признанием относительно своей ориентации прямо на инаугурации президента Клинтона. Признание в гомосексуальности топ-модели Дженни Шемизу стало настоящей сенсацией, потому как девушка рассказала публике о романах как минимум с пятью «Звездными дамами», среди которых Мадонна, Анжелина Джоли и Наоми Кэмпбол. Самым известным камень-аутом в спорте стало признание в гомосексуальности известной чешской теннисистке Мартины Навратиловой. Она публично призналась своей ориентацией вскоре после получения гражданства США в 1981 году. Список публичных персон, открыто заявивших о своей ориентации, конечно, еще можно продолжать, но главное помнить, что кроме них настоящими героинями нужно считать миллионы простых жительниц LGBT-планеты, которые каждый день решаются на такой подвиг, как камень-аут. Продолжение следует...